У меня был случай такой интересный, я его как-то давно рассказывал, может быть, многие не слышали. Один день я решил не врать, только один день, потому что это очень тяжело на самом деле. Я решил всем целый день говорить правду. Ну, я тогда снимал квартиру в Москве, не там, где я сейчас живу, и была домохозяйка. И вот с утра я встаю, помолился, я в этот день был помогающий священник, я пошел позавтракать, ну, как диабетчик, там, таблетки принял. Она меня спрашивает, ну, как суп, я говорю, суп плохой, какой-то безвкусный. Ну, в другой бы ситуации я бы сказал, ой, так все хорошо, спасибо. Но я решил один день говорить всем только правду. Она так на меня посмотрела, говорит, ну, вот кофе или чай будете. Я говорю, давайте лучше чай в пакетиках, а то кофе у вас как-то плохо получается. Когда я выехал из этой квартиры, она уже звонила моему настоятелю на ордынку и говорит, у отца Олега что-то настроение плохое сегодня, попробуйте его как-то там успокоить. Может быть, какие-то переживания у него. Настоятель говорит, я ничего не замечал, но да, обращу внимание. Я приезжаю, значит, там настоятель служит, я помогающий, я захожу в алтарь, приветствую. Он спрашивает, как здоровье, как настроение? Я говорю, не очень. Плохо спал, с утра головная боль была. Ну, если диабетчик вовремя не поест, он даже может проснуться от головной боли. А настоятель привык к тому, что я всегда говорю, все отлично, все хорошо, слава Богу. Ну, чтобы никого не обидеть. И он так это напрягся. Под конец службы он подходит ко мне и говорит, может быть, ты сразу не поедешь на квартиру, отдохни здесь, в церковном доме. Я говорю, отец Борис, я здесь не могу отдыхать. Там ваши внуки бегают, все время шумят, топают. Тут не уснешь, я поеду. Он так посмотрел на меня. В общем, под конец дня начали мои духовные чадо созваниваться друг с другом и выяснять, что со мной произошло. Некоторые дозвонились на меня, представляете, они задают вопрос, а я решил отвечать прямо. В общем, все кончилось тем, что приехало там человека три, тут плюс домохозяйка, настоятель звонил. Говорят, может быть, госпитализацию пройти как-то там, кровь почистить, как-то нервную систему успокоить. Настоятель готов даже оформить отпуск, съездить на море. Тогда это было возможно. Это один день, один день, и все восстает против тебя. Все восстает против тебя и начинает бороться с тобою. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Это та реальность, которую мы переживаем. Но Христос силен разорвать этот порочный круг и дать нам освобождение.